Здравствуйте всем! Мы решили пройти по улочкам нашей любимой страны, нашей страны, древней Станики Старменской Краснодарского храма. Вот сейчас мы идем по улице. Здесь построены дома по программе «Доступное жилье» каждой молодой семье. То есть семья, например, родившая двух детей, получает материнский капитал плюс процент какой-то суды или беспроцентную суду и может получить вот такой коттедж маленький. В принципе, недорого, доступно. То есть важный и очень хорошо будет. Каждой молодой семье, вошли. Никуда-то не ходите. Ну, вошли не так. В наши годы, когда мы с мужем поженились, такой программы не было. Нам приходилось строить самим дом свой. Единственное, что было, это мы получили бесплатный земельный участок. Тоже какая-то программа была от государства. Что кто хочет строить свой сельский дом, тот может получить бесплатный земельный участок. Получили мы земельный участок. Сколько соток Славик у нас земли? 15. За станицей на окраине. И начали думать, как нам построить дом. Без денег мы. Нам обоим было по 20 лет. Славик только пришел из армии. У нас уже был один ребенок. Но мы были молоды, счастливы, здоровы, полны, энтузиазма. Без копейки денег, но имея земельный участок, мы решили построить дом. Первое, с чего мы начали, это Славик купил книгу. На ней, я как сейчас помню, крупными буквами было написано, как построить сельский дом. Ни разу не строил дома. Не было такой практики. Мужу 20 лет. Какие дома? Он, в общем, нарисовал сам проект по этой книге. Потом пошел в архитектуру, и мы этот проект утвердили. И мы начали строить дом. В общем, от начала до конца, от фундамента до самой крыши, мы строили дом своими руками. Вдвоем с мужем. Но при отсутствии денег, это был какой год? 92-й, да, Славик? Мы взяли в банке суду. Или кредит, как там называлось оно. По сто процентов? Нет, не по сто процентов. 180 процентов годовых. И я с этими денежками, я уже не помню, сколько я их взяла. 100 тысяч. 100 тысяч, да? Но это были тогда нормальные деньги. В общем, поехала в те годы, как это называлось, челночники. Замотали эти, ой, 20 лет боялась, что оградят. Никогда не была в Москве, вообще ни разу. Первый раз. Вообще, я сейчас думаю, как я могла-то, да, отважиться. 20 лет, ни разу, никуда не выезжая, буквально из станицы, поехать в Москву, чтобы купить там какой-то товар. Ты не одна. Ну да, мы с подругой, но подруга чуть-чуть постарше меня. И привезти сюда в Староминскую, потому что здесь было голые прилавки, ничего не было. Чтобы продать, заработать деньги. В общем, деньги эти, которые 100 тысяч взяли в банки, замотали кучу бумажек, помню, тряпочек, и спрятала их вот в этом месте на груди. Потому что боялась, что оградят. Ну, в общем, не буду рассказывать, с какими мы ужасами с ней доехали до этой Москвы с подругой. Мы попали на Черкизовский рынок, я даже не представляю, сколько людей там, вот сколько раз потом мы ездили, и нас как бы Бог уберёг, нас ни разу не ограбили, не убили, не побили. Мы набрали с ней, помню, разных юбочек, костюмчиков, плачечек, и приехали в Староминскую, и муж Славик в субботу-воскресенье все эти сумки взял и поехал в город наш есть. И продал там этот товар, потому что тогда был дефицит в 92-й год, никакой одежды, никаких магазинов, бутиков и всего прочего. Так улица уже это закончилась для молодой семьи. А теперь покажи вот дома, вот многоэтажные дома. Это тоже по программе про родительство, или кого там, для детей-сирот, для детей, оставшихся без родителей построено. То есть ребёнок, если у него нет ни мамы, ни бабы, никакого жилья, им после того, как исполняется 18 лет, выдают здесь квартиру. Тут дома трёхэтажные, да, квартиры в основном однокомнатные. Но мы ни разу внутри здесь не были, но дети получают, слава богу, дети без родителей не остаются, без жилья. Не надо ничего покупать, натрываться, так как мы натрывались. Получили квартиру, работают, семьи заводят. Слава богу, что такая программа. Вот вторая программа, спасибо государству. Помогают сиротам и помогают молодым семьям. Найти, как бы получить своё жильё, не очень дорогое, доступное. Детские площадочки построены, у всех этих деток сирот уже, у всех есть свои дети. Ну, в общем, вот такие у нас староменчан. А, теперь буду дальше рассказывать. Мы пошли, покажем дальше улицы, где живут простые, новые улицы староменчан. Построй, приехал муж на рынок, и буквально за два дня, за субботу-воскресенье, все ёпочки, костюмчики распродал. Это был наш первый первоначальный капитал на постройку нашего дома. Но тогда не было, не то что у нас денег, тогда ещё и стройматериалов не было, и магазинов, где торгуют стройматериалами. Нигде было купить ни досок, ни лес, какой-то там, ну, ни окна, ни двери, ни кирпич, ни цемент. Короче, кошмар. Деньги у нас, как бы мы, 90-е, ну, как все быстро заработали на постройку дома. Но потратить их было негде. И снова начались наши, через третьи руки, кирпич, цемент, песок. А потом стройка, своими руками мы рыли фундамент, сами вдвоём с мужем. Сами вдвоём с мужем не мешали этот раствор, заливали. Короче, работали от рассвета до заката, каждый день. Начиная с понедельника по пятницу. Ну, с ними ещё вот эти дома для детей с этой стороны. С понедельника по пятницу. Ну, хорошенькие домики. А потом приходилось в субботу-воскресенье снова ехать на рынок и продавать то, что я привозила из Москвы. Те же юбки, косметику, помню, костюмы спортивные. Вот так мы зарабатывали себе, как сказать, на дом деньги. Так мы собственными руками дом сложили, маленький, за лето, да? Две комнаты, кухня у нас и маленькая веранда получилась. Уже имея одного ребёнка, мы, я не знаю, откуда мы брали столько энергии, силы. Это надо было мне раз в две недели съездить в Москву, туда-назад вернуться. Потом продать этот товар, потом ещё всё строить самим. Воспитывать ребёнка. Все, в общем, представляю, как мы справлялись. Сколько надо было. Вот больше нет, конечно. Всё кажется ни по чём. Сейчас уже бы мы, наверное, не справились. Как ты думаешь, Славя? Ну, только уже сил у нас не было бы. Двадцатилетний. В итоге, первое, мы за лето построили маленький дом, двухкомнатный. Есть кухни, ванны. Но совершенно без удобства. Т.е. вода у нас была. Мы с вами в колодец. Вода была в колодце. Света, электричества у нас не было. Соответственно, не было ни газопровода, ни канализации, ничего. Т.е. всё было. Да, а вот мы с ними вот такой красивый дом построим. Вот, что-то строим. Красивый домик. Хорошо. Новый домик. Как дедушка. Отходи с дороги, а то я сейчас машину. Всё. Машину снимай. Вот такие вот дела. А потом каждое лето, ну, зиму продолжая так же работать, мы работали. Ездили в Москву, ездили на рынок. Ещё я подрабатывала там в одной организации мыло-полы. Ну, не очень, конечно, престижная работа, но что делать. Надо было строить дом. Ну, посвящался время стройки, 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 рынку. В итоге, на следующее лето мы к этому маленькому дому пристроили ещё три комнаты. Потом пристроили гараж на следующее лето, потом пристроили мансард. И, в общем, такими темпами мы выстроили свой дом. Ну, сколько у нас квадратов? Сколько квадратов? 100 квадратов, да? Жилой площади. 68. Ну да. Имеется у нас две спальни, гостиная, кухня. Два коридора, ванная. Ну, и теперь уже у нас все есть удобства. С 2000 года? С 2000 года у нас теперь газопровод, и водопровод, и канализация, и свет. А так раньше жили со свечкой, без телевизора, как в древние времена. И всё вот это, всё вот это в процессе стройки. Мы ещё успевали и второго ребёнка родить и воспитать. И вообще, не жизнь, а квест. И смогли мы его прожить, да, пройти. Ну, поездки в Москву были особенно экстремальные. Господи, в 90-е годы. Бандиты, ракетиры, роботники. Пограничники. Кто-кто? Украинские пограничники. Украинские пограничники. Мы снова в эфире, включились. Снова вам показываем улицу Староминской. Новые, красивые. Красивые, аккуратные домики. Кругом снизу. Отлично. Вот, красиво. Всё красиво. Прям по дизайнерски оформлено. Красотища какая. Розочки, ёлочки. Ну, так вот. Свой дом мы своими руками строили. Начали в 92-м году. А в 2000-м году, ну, мы как бы считаем, что завершили. Потому что у нас был проведён газопровод и все удобства. Ну, пора продолжаем строить и перестраивать по сей день. Что уже теперь ремонтируем. Переделываем своими руками всё. А вот такие улочки у нас Староминской. Птицы, птицы, красивые. Домики со своими руками. Конечно, достопримечательностей мало у нас в Староминской. Но, однако, тихие... Деревня есть деревня. Деревня, конечно, мало сейчас похожа на деревню, потому что она сейчас стала больше похожа на город. Здесь газопроводы, водопроводы, канализации, телефоны. Ну, нет той прежней деревни, которая была раньше. Часто маленькие городки. Красивые. Ну, всё, мы с вами. Я думаю, до встречи. А, может, ещё что-нибудь с ними интересное. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вам нравится наша деревня? Буду ждать. Каких хороших воздухов. Всех любовь. Всем счастья мира. Пока.